Сортовые свойства семян. У меня здесь все практически выращено из семян. Уважаемые друзья, здравствуйте, с вами Евгений Филимонов и вы находитесь на канале питомника Хвойный дворик. Хочу поздравить всех с праздником 23 февраля, а сегодня мы поговорим на тему семенного размножения. Опять же по поводу вопрос такой, вернее тема, она как бы постоянно присутствует в комментариях, по поводу повторяют ли семена материнские свойства маточного растения. Конечно же повторяют и намного повторяют. Возьмем же ту же ель глауку, ель колючую, ель голубую, это одно и то же, я вас уверяю. Вы когда сеете это все, получается такие же растения, какие они есть в природе. То есть конусная, набитая, красивая ель. С виду все нормально, по форме она повторяет на 100 процентов материнские свойства. Если семя, которое зашло, повторило форму растения, того с которого убрали семена, естественно это считается повтор. Главное здесь форма. Цвет практически у ели колючий голубой глауки. Он одинаковый, практически у меня весь, ну где-то более голубой, где-то более сизый. Ну по весне они зеленоватые. Побеги они дают ярко такие салатовые, поэтому совершенно повторяет считаю поели. И обыкновенная также повторяет прекрасно материнские свойства. Ну обыкновенная не такая уж декоративная, поэтому ее мало спрашивают. А вот по поводу туи. По поводу туи. Туя колоновидная колумна, пожалуйста, вот это растение из семян. У меня стояли 6-ти метровые, полностью повторили сортовые свойства, выращенные из семян. Затем сосна. Сосна полностью тоже повторяет сортовые. Сосна веймутового, сосна. Ну это видовые, естественно, я говорю про видовые, про сортовые. Именно там какие-то декоративные очень там, вот именно сорта, которые размножаются прививкой. Я об этом сейчас не говорю. Это уже другой вопрос. То, что из семян получается прекрасный посадочный материал, это однозначно. Это я вас уверяю. И там никак пишут в комментариях, там 30-40. Вообще, когда говорят об этом, говорят о том, что семена не повторяют свойства маточного растения, там на 5 процентов, на 10 процентов они всего такие, которые должны быть. Нет, я вас уверяю, на 90 процентов. И почему-то у всех в комментариях разнятся цифры. У кого-то 30-40 процентов, у кого-то 10-20, у кого-то 5 процентов, у кого-то 70 процентов, у кого-то 60 процентов. Я вас уверяю, что если у вас вышло семя, то есть саженец вышел такой же формы, как и у дерева, с которого вы убрали семена, то значит стопроцентный повтор. Цвет уже имеет другое значение. Это уже, да, некоторые выбирают по цвету. Нет, хотите, чисто голубую, вообще ярко-ярко-сине-голубую, пожалуйста. Садовые центры, там привитые растения, там сортовые, они до иголочки все голубые, пожалуйста, туда. Но там цены не сложишь, я как думаю. И к тому же, это все размножается из прививки. Плакучие формы из прививки размножаются. Но опять же, вы же понимаете, что плакучие формы из прививки размножаются. У нас в стране практически никто не размножает прививкой. Я не видел, чтобы, в основном, все привозят из-за рубежа. Из Польши, там откуда. Ну, там есть у них возможности, возможности для того, чтобы прививать растения, такие как ель, такие как сосну, такие как тую. Ну, в основном, прививают это сосну, тую, пихту. И тогда получается хороший материал. И то, поначалу они, вы можете видеть, что они в горшочке какие кривенькие все. И когда она дорастет до ровного красивого растения, это вам придется подождать минимум лет 10. По поводу туи, колоновидную я сказал. Колоновидная довольно хорошо. Потом у нас пихта. Очень хорошо повторяет свойства маточного растения. То есть, прекрасно повторяет всю форму. Пихта кавказская норма, например, у нас один в один. То есть, ее не надо ни прививать, ни черенковать. Она не черенкуется, тем более. Сосны тоже не черенкуются. Да, например, по туи, ее можно черенковать. И тогда все черенки примут точную форму, ту, которая есть. Когда я сею, у меня примерно 10 процентов всего разляпистых растений. Таких, как похожие, не похожие на колоновидную. Вот как на такую, например. Ну, естественно, я ее в угол и потом делаю из нее что-то формирую. И прекрасные растения тоже получаются. По поводу ели, я сказал. Главное, это форма. Цвет уже второе. Цвет, он может поменяться, кстати. Это однозначно. Если вы хотите, чтобы он не поменялся, тогда вам говорю, в садовый центр. Там вы купите хорошее, добротное сортовое растение. И посадите, и будете радоваться. Она медленно растущая. Не забывайте, на нашем сайте идет прием предварительных заказов. Сейчас там позиций мало. Уже, скорее всего, через недельку все слетит. Там пару позиций останется. Поэтому заказывайте, пока они есть. Переходите в наши соцсети, чтобы быть в курсе событий. Это одно. Второе, вы понимаете, я не заставляю вас, прям силком не пихаю, переходить там, подписываться на какие-то каналы. Ну, если человек не подписан, а потом в WhatsApp мне пишет вопрос, там, такой, где взять ваш номер телефона или... Вы подпишитесь на канал. В каждом видео есть ссылка на мой сайт, в описании. Пожалуйста, переходите. Все соцсети, подписывайтесь. И когда пойдет отправка, вам придет уведомление. Когда начнется прием предварительных заказов на следующий год и на следующую весну, то есть, вам тоже придет. Все новости вы будете знать, все будете в курсе. Потом уже можно там какие-то конкретные вопросы задавать по WhatsApp. Если вы подписаны, да. Я не так часто выпускаю видео, чтобы мучить вас там, не часто делаю рассылку. Подписывайтесь на сайт, на сам сайт. Подписывайтесь на рассылку. Это не трудно, вам нужно будет. Вам кажется, что... Вот некоторые пишут в комментариях, да зачем это нужно мне? А потом сами пишут мне в WhatsApp и спрашивают такие элементарные вещи. Если вам это не нужно, ну тогда и по WhatsApp зачем мучить меня? Так, лычка там забита вся. Люди, которые действительно там хотят вырастить и хотят хорошие качественные материалы посадить. Так, что я еще хотел сказать. Уважаемые друзья, ну на этом все. Больше у меня добавить нечего. Извините, если тему раскрыл не так. Ну, по семенам очень много вопросов. Вот они, сосна горная тоже, я еще маленько отвлекусь. Сосна горная также повторяет очень хорошо свойства маточного растения. То есть, шишки вы берете, рассаживаете прекрасно. Семинар, например, на вайберис, на том же продаются вовсю. Ну, сосна вообще, схожесть у них хорошая. Это не с пихтой. Единственное, ну, может быть, там процентов 50 схожесть у вас будет. Ну, там они подешевле, там 100 штук, там 300 рублей. Ну, это уже, опять же, нам надо искать, смотреть. Я, я не знаю, мне просто человек вот пишет, спрашивает у меня постоянно. Я с ним веду переписку, да, ему объясняю, как это нужно сделать, но я объясняю, что я свайбериса не беру, семена я сам собираю. Он берет свайбериса, там, что-то сеет. У него получается, кстати, очень хорошо. И это опыт, который потом ему пригодится. Ну, люди целеустремленные, они всегда найдут способ, как вырастить и как сделать так, чтобы она была и голубая, и стройная, и хорошая, и красивая. Даже некоторые саженцы у меня там без верхнего побега, они потом преображаются, и красивые, довольно выходит. Ну, уважаемые друзья, на этом все. С вами был Евгений Филимонов. Всего доброго. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы знать все новости питомника. Когда начнется просылка, когда начнется отправка заказов, когда мы начнем сажать, когда, как сажать. Там довольно много у меня видео, вы можете посмотреть. С вами был Евгений Филимонов. Вы были на канале питомника Вихвойный дворик. Всего доброго, удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!